Субтитры сделал DimaTorzok Все образуется, все образуется, все перемелется, вертится мельница, все перемелется, горы намуты, чертова мельница, боже, как холодно, чтобы спалить еще мало, поленится, мельница, не ленится, жерного пленится, жизнь, как игра, горячо или холодно, мы мастера, плавит золото волого, Мы мастера из прозрачности в призрачность, Бог выстирает признательность в признанность, волком и волоком, подлинно, бесятся в волоком, холодно, холодно, галки над городом святой Волонды, подло о добром, то боже, как холодно. Я это слышал точно. Где-то, где-то, где-то мы уникаем. Марина очень скромный человек, и я такое впечатление, что вот настолько я... Марин, это ваше, да? Жалко. Да я удивляюсь, как это вот пишут? У меня очищение все получается. О чем, о чем мы с тобой сегодня говорили? Жанглёж словами. Не совсем так, Саша. Нет. Я всегда считаю, что женская поэзия – это либо крик, либо вот канитель такая. У Марины есть вот эта игра, но она не из этого сделана. Там бессмысленные вот эти вот бирюльки, да? Не-не-не-нет, Маришка... Сколько ума, это абсолютно мужские истики. Я тоже хотел сказать, что, значит, здесь нет деления на мужскую и женскую поэзию, есть поэзия и не поэзия. Ну, это да. Ну, это понятно. То, что делает Марина, вот, если посмотреть, и то, что они делают с Лёшей Петровским, которого, к сожалению, здесь нет. Ага, вы украшаете? Да, да, да. Вот это, если удастся посмотреть в интернете, вот мы, значит, они приехали ко мне в Питер, мы в течение одного дня сделали этот проект. Вечер? Одного вечера, да. Вечер? Да, это был сумасшедший вечер. Просто они первый раз увидели друг друга, до этого вся переписка шла в интернете. Вот мы сделали этот проект из их стихов, в общем-то... Стихи писались в интернете? Стихи тоже писались в интернете. Кстати, многие стихи, вот я уже... И еще и песни сделать успели. Ну, ладно, и скромностью молчим. Значит, вот. Да, Юра быстро-быстро-быстро-быстро делал песни и разбавили это дело. Ну, просто, ну, нужно было какой-то сценическую ткань какую-то создать, поэтому там на некоторые стихи Марины были написаны мелодии. Вот. Но вот в течение, действительно, одного дня мы это сделали и прекрасно воспринимался спектакль. Получился двухатный спектакль полноценный. И там, безусловно, в поэзии Марины, в поэзии Леши нельзя было сказать, значит, мужская это или женская поэзия. Это было единое полотно, это был единый спектакль, написанный двумя людьми, кстати, никогда до этого не видевшим друг друга. Ну. Ну. Ну.